ты ты мне никто у тебя роман с участницей шоу пацанки с костей господи тебя называют самой агрессивным я выкидываю через бедро из комнат предыдущие сезоны ты смотрела ты хочешь учиться на кого ты мне за поварушка в низейском доме сказали как а смотрю она мне бьет в лицо а мне когда планка слетает я более в очень не чувствую ты помнишь когда первый раз ударила человека драться я лезла всегда я не люблю врать а в чем твой рост и развитие я на тот момент чего употребляла наркотики в тяжелый или нет я пошла смотреть телек к дяде когда он достает свою пипипку почему я должна ее взять в рот тебе не хотелось дать в репу или 100 сам шестой сезон лучше не едите поэтому убьют через каждую историю ты с димой билану то в ресторане сидишь с любит тишину ты была у в загородном доме он со мной расстался за то что я ему просто не дала как ты относишься к лгбт парам практиковалась шоу показывали как твои отношения с бабушкой что ты приходила на тебя прогоняла она боится из-за того что я не получила квартиру что я туда к ней поселюсь кроме тюрьмы мне ничего не светит ведь это агрессия никуда не пропадает не нравился вкус крови насилию нет настя привет привет давай вот так вот поздравляю тебя с победой спасибо слушай ну ты и тебя не узнать ты вообще красотка как шоу не пацанки а шоу красотки пришло из пацанки же превращаются в леди всем привет сегодня у меня в гостях победительница проекта пацанки шоу пацанки настя петрова настюха петруха как тебя называли на проекте я бы я правильно тебя назвала на самом деле неожиданный гость для моего шоу и связано исключительно с моей личной симпатией к проекту потому что я смотрела безотрывно просто на все эти серии где вы там вытворяли что только не вытворяли я настюха петруха я знаю что такое боль поэтому я ее не боюсь когда ты победила что-то ощутилки чувствую тебя я ощутила то что во первых я ощутила в себе внутри что в очередной раз я убеждаюсь в том что я люблю побеждать то что мне это нравится потом я поняла типа вот так быстро как жить перевертелась сколько всего прошло где были ошибки сколько всего вот этого труда и все это воссоединилась и вот она золотая брошь и я такая так диана вручает главный символ боже это бы одно это эмоции их у сложно на самом деле описать другие девочки как реагировали когда вы я же так понимаю что это был бал у вас где вы все мечтали об этой броши и каждая засыпала с мыслью что завтра возможно ты помнишь реакции их конечно помню многие девочки которые уже были выбывшими они решили что это все несправедливо все недостойно и когда уже давались места так скажем почетные они себе позволяют просто встать и уйти кто ника вера потом кто там еще но анжелика обиженная и я такая на это все смотрю вот как не стыдно вот правда как не стыдно так себя вести это было такое себе девочки не знаю были ли рады которые стояли со мной в тот момент перед преподавателями но я могу сказать точно что кости была за меня рада с которой я уделила как раз место она была 2 я была первая и это был такой момент когда тебе говорят не второе место а вот первое кому-то из вас скажут первое и я видела искренность вот этих вот переживаний и за меня тоже поэтому я сто процентов говорю что кости за меня прям радовалась настя шоу идет на канале пятницы за всю историю проекта ваш сезон называют самым рейтинговым как ты думаешь почему очень постарались в рекламе очень харизматичные интересные девочки невероятно крутая съемочная группа и когда ты совмещаешь весь труд канала и все старания девочек вот эти вот интересы так скажем да ниши одна там не любит кого-то другая там так скажем наоборот слишком правильно но играет на камеру и когда все это проявляется это делают настолько все интересно настолько вот все ну не знаю мне кажется что это вот именно труд тех кто работает с нами и над нами как попадают на проект пацанки на девушки по дамски попадают через анкету ты заполняешь он ты захочешь на сайт ты заходишь на сайда телеканала пятница заполняешь анкету на пацанок и тебе могут ответить и когда тебе отвечают ты пишешь свою визитку о том тебе присылают вопросы откуда ты к примерный там по жизни что у тебя такое не так туда-сюда возраст и ты все это естественно в пяти минутах где-то рассказываешь ты так сделала да увидела просто ну нет я сделала немножко по-другому я сделает вообще с балды я на тот момент чего употребляла наркотики и моя визитка это вообще что зачем-то я заполнила будучи под наркотиками потому что у меня пошло как-то странно сознание что я не хочу так жить я смотрю на кухне у меня там ничего нету типа все под какими наркотиками но под плохими тяжелый или нет нет не тяжелый тяжелая никогда не употребляла но я употребляла до проекта значит ты употребила увидела шоу тебе понравилось но я знакома с изольдой с четвертого сезона и когда мне стало с человеком абсолютно неинтересно потому что она поменялась она пришла уже с другим взглядом на жизнь она там уже не ходит не дерет со мной не ходит воровать в магазин и я такая что с тобой сделали и со временем ну то есть шло время какое-то там наверное месяца три и я смотрела на нее смотрела на себя и понимала что но мне кажется реально пора что-то вот изменить потому что но я поверила то есть для меня был визуальный пример того что это работает хотел как она стоит не драться и вот и отправила анкету сколько прошло времени с момента как ты и отправила тебе ответили расскажи для девчонок кто мечтает попасть шоу но учитывая что очень много подают анкет на проект на первом не вообще не ответили и я прям но я когда ложилась спать я такая думаю ну все если не ответит через недельку я заполню следующую анкету я засыпаю и мне на утро не отвечать неделю не прошла прошел день и как бы я подам к я новую анкету я подала им не нас в этот же день и ответили то есть я со второго раза не ответил правду написал в этой анкете что-то придумала я написала чистую правду потому что я не люблю врать и в такие моменты на самом деле там реально все можно скрыть столько времени сколько ты находишься на проекте под психологическим давлением когда на табу работают невозможно играть ну вот ну все равно тебя расколет вот все равно поэтому нет я не врала но ты из питера я так понимаю я да то есть тебя пригласили из питера конкретно на кастинг уже тебе уже сказали что ты в проекте нет мне не говорили а просто пригласили на кастинг а вот как приглашают на кастинг это оплачивают дорогу или что как находят этих девочек ну я была на тот момент в москве уже и я сказала что я в москве я могу сама типа мне не надо ничего оплачивать ты уже была москве я уже была чем ты занималась в москве если ты я просто тусить вроде приехала сюда не помню сеть из питера кем ты работала или что это было за рот занятий я пыталась зарабатывать на фотографии но этот момент со мной поехала сестра и у меня не я заплатила за проезд на самом деле билеты очень дешевому там по 900 рублей покупали билеты и а тут просто по вторникам на самом деле в одном клубе бар был бесплатный на тот момент но это риски сколы и я периодически к этому вару приезжала ты посетила кастинг проекта когда тебе сказали что все ты в пацанках мне никто не говорил что ты прям в проекте ты на пацанках периодически задавались какие-то наверное чуть-чуть намекающие но при этом а тебе не из-за того чтобы избежать сливов нам не говорили что ты в проекте тебе там знаете размер обуви спросят но при этом аккуратно типа мы у всех уточняем вот и это но это на самом деле правильный момент но убедиться что я в проекте я убедилась только когда мне позвонили и стали обсуждать визитку что когда ко мне приедут где я живу и вот такие моменты вот когда ты уже попала в проект с вами заключали какие-то контракты что-то проговаривалось кидастались вам условия что вы там чего-то не может какие ограничения ну что например было написано в контракте разглашать информацию о съемках то есть так скажем заранее и больше ничего но я наверно не знаю я даже не помню этот контракт если честно очень интересная самом деле детали съемочного процесса потому что когда смотришь этот проект эти серии просто как фильм смотришь как кино но ты понимаешь что девчонки не могли так сыграть может девчонки все обычно не похожи на актрис мне самой интересна такая деталь вот вы когда между вами происходили какие-то сцены драки ругань они отчаянно жестокие ты не просто называют машиной для убийства их поступки на грани закона 18 лет я убила человека были у вас например пересъемы дублей типа нет нет ни разу не было конечно не было никаких пересъемов у нас был такой вот подсъем типа вход по лестнице допустим но вот таких моментов именно работа с психологом когда ты отвечаешь и ты плачешь тебя не заставит 2 раза плакать меня не заставит второй раз разбить нос кому-то чтобы пошла кровь потому что она пошла не из той ноздри например ну то есть таких моментов нету нету мне кажется это было бы не реалити шоу если были такие моменты настя что оставалось за кадром пацанок за кадром наша наша жизнь девочек между девочками общение между девочками что там происходило такого что не вошло в кадр и ты нам подумала блин вот если поэта показали знаете когда у нас были выходные или какое-то время свободное от съемок мы как-то типа сам каждый сам по себе вот либо мы там играли где-то в какую-нибудь игру потому что нам покупали игры монополию там всякую и вот мы развлекали себя на выходных вот таких прям жестких моментов нет была одна за кадром и тогда к тому что не все не все происходит в камере да потому что как-никак у тебя идет жизни это реалити я сидела за завтраком это была по 2 или 3 неделя и ела йогурт мы сидели на такой знаете диете ела йогурт ко мне подходит ника что-то говорит и естественно но у меня есть не недовольство еще на тот момент но это прям такой герой которого я вот и она мечта говорит я отвечаю и тут меня летит йогурт и у нас замешивается драка тут естественно сразу же у нас всегда 24 на 7 были охранники всегда и этот прям момент ну то есть нас сразу растащили они как растаскивали вот они там по камерам смотришь что кажется что-то намечается типа там какая-то терка и сразу вбегали сразу сразу если жестко прям сразу вбегали в доме вообще драться было запрещено и не там сразу упаси господь и чтобы ну никаких травм а с охранниками ты дралась с охранниками я не помню да нет вроде да нет нет почему в проекте очень много сцен с употреблением алкоголя и мата постоянно есть такое понятие когда девочки должны меняться да и вот многие говорят что типа блин 10 неделя она там нажралась как я например я просто 10 неделя реально была пьяна и мне прям было плохо вот объясню когда у тебя стоит алкоголь это провокация потому что в жизни не будет такого что у тебя на проекте алкоголь заберут на все время съемок это потом такой выйдешь и тебе мама бутылку там не даст и подружка тоже не протянет водки поэтому это провокация на которой у тебя есть вариант либо ты ведешься либо ты не ведешься и интереснее же суть того что ты побеждаешь сам себя когда перед тобой стоит дофига алкоголя не его не пьешь и я просто помню когда перестала пить я перестала где-то на пятой неделе плюс-минус до десятой вот и я прям помню как я собой гордилась что блин там кто-то напился я такая трезва стою как вот а вот как стеклянная бутылочка но это ж круто а когда выключались камеры и моменты когда вас не снимали нет были такие моменты когда девочки допивали алкоголь но опять же это ты не берешь бутылку в рот не для камера ты не берешь ее в рот для себя понимаете сейчас ты обходишься без алкоголя вообще нет есть такие моменты когда это могу с каким-то так сказать статными ребятами пойти в ресторан с интересными новыми знакомствами и взять себе пасту карбонара и бокальчик белого вина но вот так вот чтобы я пошла на тусовку хотя мне приглашают старые друзья нет нет ты перестала общаться со старыми до принципиально они обиделись наверняка на тебя я зазвездилась и что говорят кроме того что я зазвездилась пытаются тебя может быть как-то настюхну пошли бухнем нет пытаются больше манипулировать на слезах вот типа я без тебя не могу все прекрасно сейчас понимают что у меня идет какой-то рост у меня идет развитие но при этом я понимаю что прошло меня начнет опять тормозить я этого не хочу а в чем твой рост и развитие первых я научилась наконец-то коммуницировать с людьми работать с фотографией то есть если раньше у меня работа с фотоаппаратом была слишком узкая то сейчас это расширенный круг я зарабатываю деньги я работаю и мне это очень нравится я получаю кайф я знакомлюсь с новыми интересными людьми я развиваюсь тик токи будешь моей девушкой не буду я отстранена была от всего этого у меня были куда и другие интересы да если бы шоу не было ты бы этим не занималась этим бы я не занималась но я бы могла нет этим бы я не занималась если бы не было бы шоу не занималась то есть глобально у тебя произошли изменения вот на уровне там то желание желание если бы не было шоу чтобы ты сейчас делала наверное с возрастом бы я все равно приняла такое решение что я меняюсь и это 100 буду было бы зная себя но сейчас не знаю я бы наверное продолжала бы примерно вести такой же образ жизни и каждый раз кому-то маме обещать что мама все будет хорошо какое испытание на проекте для тебя было самым тяжелым это было не испытание от проекта это было испытание от девочек это самое для меня сложное я буду знаете мне кажется я запомню это на всю жизнь когда меня погрузили в одиночество когда я осталась одна и для меня это было самое тяжелое нету серию это седьмая серия там где как там приехали родители и в итоге на этой неделе я стала полным изгоем вы решите кто покинет школу леди против анастасии повторно сколько идет голосов 23456 но в коллективе 10 человек 6 голосов как ни крути это единогласное решение меня на тот момент еще конечно поддерживала кости но сам момент вот это давки когда меня все пытаются выкинуть с проекта это было очень тяжело очень это прямо каждую ночь слезы это три недели беспокойство постоянного беспокойства и вот типа пересъемками я пыталась я как-то собрать потому что каждый раз быть там какой-то заплаканный какой-то унылый это но мне в плюс не идет из-за того что я не буду расти не буду воспринимать информацию которую мне дают но это было вообще жестко кого на проекте ты считала своим главным конкурентом с девочек главным конкурентом гончарова наташа я считала своим главным соперником конкурентом извиняюсь потому что она девочка не глупая и она достаточно быстро тоже там развивалась достаточно быстро все усваивала плюс она достаточно красивая она умела говорить я боялась но я просто немножко не понимала наверное суть так скажем того что типа надо трудиться она не особо то и трудилась она в целом нормально потом для меня конкурентом стала именно кости потому что если говорить о соперничестве до каком-то и конкурентах кость это единственное кто в моих глазах очень сильно менялась прям настолько масштабно над ней работали и она позволяла над собой вот работать она тоже это все усваивала хотя она не настолько умна там да и хитра как скажем ксюша и наташа я посчитала что ну я рада что я с костей место поделила для меня это справедливо скажи а кто из девочек тебя больше всего бесил ника вот это вот маленькая симпатичная розовая просто было непонятно самом деле когда смотришь вроде бы она так не отвечала и за кадром и за кадром и в кадре и постоянно постоянно вот она я не знаю но бывает такое тебя просто раздражает человек не знаю мне прям тяжело с ним тяжело мне смотреть было как ты считаешь кто из участниц играл по твоему мнению не по правилам они по правилам считаю что века лазутина и все но она наврала и это сказал детектор им если честно мы были в шоке хотя на самом деле скажу так набрала свою историю свою историю она собрала она обманула и во первых да сразу же мысли о тех девочек которые не по которой не попала до вместо нее сразу же вот так ну такая мысль появляется и я считаю что нельзя так делать потому что это реально настолько все работает настолько помогает что когда ты обманываешь ты лишаешь она лишила кого-то нас ты считаешь себя самой яркой победительницы за историю проекта самой яркой победительницей я не знаю но потому что я спросила про рейтинги что ушел у этого сезона самая яркая начала говорит но это потому что команда и ни слова это не сказала про себя но на самом деле у нас так скажем да у нас везде тройка самых ярких именно если по участницам у нас кости было я это вот прям три самых ярких человека три самых эмоциональных а мы же еще и дружили и ссорились и все заследили за наши вот это вот так скажем меж маленькой коллективной жизнью не знаю самый яркий я себя наверное бы не назвала предыдущие сезоны ты смотрела 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 кто тебя там вдохновил на участие сначала я вот прям помню детский дом я прям сижу на диване с одной из воспитательниц моей группы и идет первый сезон и там вот это вот ковалева и на меня смотрят и мне говорят петрова тена в пацанке а мне задать и лет 15 вот ну мне понравилось очень ковалева потому что это был пи это был первый человек который меня зарядила я прям видела себя там ну как она я прям такая пушка вот а потом гора мне очень понравилось что-то помню но уже нет а не горохова а они потому что она тоже дедомовская у нее очень тяжелая достаточно история и я я и прониклась в этом сезоне шоу тебя называют самые агрессивные участницы проекта с самого начала мы все помним первую серию где ты заходишь на вокзал и начинаешь просто бить всех без разбора кто тебе чем-то не устраивает знать откуда взялась эта агрессия агрессия взялась ринга с привычки защиты и знаете с ринга взялось еще удовольствие а вот когда взялось удовольствие у меня еще появилась от того что бью людей это все это вышло уже и это просто крышу сносило и вот ты шел и бил потому что тебе просто прикольно прикольно быть сильный прикольно быть выше если раньше там я в 13 лет могла на колени только поставить в 14 я могла у тебя уже не на колени сайте просто избить и пойти и мне было мне было спокойно мне было все равно то есть настолько равнодушно было что не знаю но это жестко ты помнишь когда первый раз ударила человека при каких обстоятельствах прям так жестко да на самом деле много помню очень много с детства в детстве я дралась что это такое это реально все мелочь меня больше били то есть я прям получал я в такая в синяках ходила я как залезу какому-нибудь старшику попробовать в лоб дать сама не допрыгиваю до него и он мне сверху по кумполу настучит и все я сама в синяках хожу но драться я лезла всегда абсолютно а вот так самая жесткая драка до сих пор помню мы дружим девчонка меня одна в детском доме была постоянно била а я я как это поставила я просто так сильно бить стала что я поставила себе девочек не трогать и вот после этой драки у меня этот она меня бьет 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 уже год за годом я игру слышь кристина я говорю тормози игру еще раз меня ударьте игру зубы выбью в итоге я прихожу с учебы у меня котлету съели на ужин это смешная история я в полиции когда я рассказывал чтобы оправдать себя это было очень забавно получается она съела мою котлету и захожу к ней в комнату и говорю клинче вкусно она вкусно я говорю приятного аппетита а я сама уже там в обыроке почти падаю от того что я реально не успеваю есть меня тренировка учеба тренировку учебу и тут у нас замешивается потасовка я выкидываю через бедро из комнаты там бежит нянечка бежит воспитатели там пацаны а я если в цеплюсь все ну то есть из меня не но не выбраться я держу ее и тут она мне плюет в лицо и такая вытираю думаю ну ладно хорошо такая смотрю она мне бьет в лицо а мне если в лицо ударить именно вот попасть о это все слава богу мне на проекте никто не ударил лицо и тут и она в полу я наношу два удара и у нее просто не сломанный нос у него тут два потека у них какое-то там кривое излияние что-то в мозг это сразу больница и мне так страшно стало вот это было пожалуй сама жопа в полицию после я да ну мне даже штраф не взяли там чего ну кристина сама виновата была смысле в полиции сказать сколько бы я не дралась сколько бы я не дралась я ни разу нигде на учетах не стоял а нет один раз когда ребра мальчику сломала то есть тебя там отмазали я так понимаю ну не знаю может не знаю даже почему как-то как-то избила девочку и что ты пришла тебя привели в полицию они сказали ну да она сама была виновата так что эти с богом ну нет я не помню особо этой истории но я точно помню что мне вообще ничего за это не было может быть именно поэтому ты дальше себя спокойно знаете я задумывалась об этом о том что вот за то что мне ничего не делали меня ни разу не наказывали поэтому я продолжала так себя вести я задумывалась об этом но к выводу не пришла потому что это оправдывает какие действия человека по твоему мнению заслуживают удара в лицо насилию нет нет но ты вспомни себя не знаю ну на ринге на ринге да типа на ринге а вот в жизни ведь в проекте показано как-то в жизни в жизни окей вот возьмем 8 серию когда я нахожусь в игноре меня выводят при этом я пытаюсь на это не реагировать потому что я борюсь со своей своей агрессии и меня постоянно цепляют то есть у них есть задача да типа вывести меня на эмоции и знаю что я подерусь и вот в такие моменты такие моменты когда у тебя просто но я считаю что у меня не было выбора если бы я не ударила я бы этот вопрос не решила бы после моего удара до вот этой драки с никой все спокойнее стало не по-другому но она стала спокойнее меня перестали цеплять поэтому я считаю что бывают такие ситуации когда тебе стоит напомнить о том что ты физически тоже силен но на данный момент я не могу привести таких примеров которые могли бы оправдать мои действия то есть сейчас в будущем в будущем то есть в на проекте да есть был момент час нет ты дралась мужчинами да какая была самая жестокая драка когда давались я надеюсь хотя бы как-то или на ринге да и я им потом золотой медалью вот так вот трусила вообще на улице да очень много дралась именно с парнями мне было я помню это был первый мой учет мне было 14 лет я пошла на футбольное поле с друзьями поиграть они меня вывели короче а я же вообще я как спичка была всегда и что-то там слово за слово твоя мама шлюха я думаю ни хера себе а их трое я этого начала мотать который сказал я вот так поднимаю ему вроде 16 лет был а я даже не помню как и как в поле его кидаю потом два еще парня этих налетели один не то ли ногой спину дал мне так это сильно разозлило а мне когда планка слетает я более вообще не чувствую и все и как-то все это заворачивается один в итоге убегает он понимает ну что все вот и двоих я избиваю получается потом они живы все с ними да 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 сломала ребра только у тебя всегда были такие отношения с мужским полом да то есть ты испытывала какую-то агрессию я так понимаю не то что типа к мужскому полу да типа драйк нет просто девочек жалко биде было они всегда меньше ешь такая машина вообще ну я просто когда подралась девчонка я поняла что лучше не стоит вот и все но я убить могу реально мужики я не дралась никогда там постарше себя ой я имею ввиду младше себя никогда не дралась с мужчинами то есть это были все старше меня я заговорила про агрессию связанную с мужчин потому что в проекте показывали твою историю которая действительно от которой волосы на голове дыбом для меня один раздомогался дядя мне было шесть лет у меня был день рождения он был нетрез и предложил мне колбаску про твою семью маму и отчима я так понимаю да коту которые когда тебе было шесть лет произошла дядя мой это это был дядя расскажи как не очень расскажу что это было мне было шесть лет когда ум я вот скажу сразу я прям когда начинаю кому-то рассказывать эту историю як неравнодушно уже я говорю сразу о том что это был первый день рождения когда мама была отрезва вот я прям вот помню эту трезвость как никогда меня оставила бабушка у себя в комнате у нас трехкомнатная квартира и они уехали с мамой получается и комнату она в итоге решила закрыть из-за того что там стол день рождения как-никак я пошла смотреть телек к дяде еще мультик такой шел kitty cat не помню как называется короче про лысую кошку я его обожала естественно я стала смотреть а у меня дядя был у стенки получается спал и он был нетрезвом состоянии и решил мне предложить колбасу вот я согласилась потому что когда он сказал про колбасу я же подумала что это продукт а меня не очень-то и дома кормили то есть я либо воровала там и у меня не было такого полноценного каждый раз питание какого-то меня чем кормили тема кормили а только у вас они фигасе будем прикольно и когда он достает свою пипипку но такое си если честно я не скажу что это меня напугало потому что я видела как мы именно о чем спала своей мамой то есть это было при при мне я присутствовала в эти моменты я сидела на кухне проходила мимо короче это всегда было достаточно моей жизни открыто все вот я не испугалась я просто не поняла почему я должна ее взять в рот типа какого хера я побежала в туалет закрыла дверь и дядя мне сказал что типа если ты сейчас расскажешь это маме я тебя убью и я захожу приходит бабушка и в этот момент я захожу в комнату в открытую там где я с ней жила и рассказываю естественно это бабушки типа вот я там боюсь мне дядя предложил колбаску туда-сюда а мне вот момент оказывается мама идет по коридору и все и у нее торт падает она идет к дяде и я только торт подбираю и кушаю его с пола что она сделала но она прернула его вот в эту руку и ножом вот что последовало дальше полиция последовало дядю получать посадили в тюрьму маму посадили в тюрьму то есть их обоих посадить мама умерла и я бы тоже помню картинку я стою в коридоре в одном входе много людей там то есть ну и полиция опека и задают бабушки вопрос будете заниматься опе ну типа вы будете оформлять опеку типа и воспитывать на тут говорят нет просто меня твой сначала в больницу потом меня отвозят в детский дом и потом следующий детский дом где я уже вот воспитывалась 11 лет почему мама пить начала я не знаю я не знаю она я могу сказать почему она стала употреблять героин кокаин и так далее типа вот это мне понятно там это очень это компании это дядя это брат который не брата брат дяди это у меня было два дяди один умер молодой из-за наркотиков тоже и вот эта вся вот обстановка так скажем куда ее позвали родные же люди и они употребляли все слушай ты говорила что тебя там не кормили откуда деньги брали все шло на на меня бабушка поваром работала садике меня в целом бабушка всегда я прям помню это знаете творожок из детского садика так а ты говоришь не кормили тебя она тебя подкармливала бабушка да они не кормили нет работы бабушка приходила всегда приносила что-то поесть что сейчас с родителями мама у меня умерла папу я не знаю очень умерла чего от я не знаю тут тоже версия одни говорят что это передозировка другие говорят что это в тюрьме хотя я знаю точно что она из тюрьмы вышла и бабушка думает что вообще убил ее дядя подушка задушил ну типа мы просто дядя это недавно мне дядя это сказал что типа бабушка думает что это он сделал и я вообще я вообще в шоке не знаю что думать вот отчим у меня получается очень умер через две недели после мамы сразу чего вышел в окно ночью а то он из-за смерти мамы ну я не знаю предполагаю да мне бабушка об этом рассказывала и все и сейчас мне живет получается только дядя и бабушка но я все а вот с тем дядей который предложил тебе колбаски ты сейчас общаешься на данный момент нет но я да и общалась потому что приезжала в квартиру он постоянно выпивал и когда я там была маленькой мне было лет 14 с ним общалась потому что я знала что если сейчас бабушка куда-то уйдет я смогу к нему прийти и покурить вот и я прям могу к нему прийти сделать глоток а вот но когда он мне что-то говорил и даю он там про меня что-то мог бабушке сказать я прям помню я раза два его избивала то есть я говорю слышь ты ты мне никто и он мне постоянно мне очень часто угрожал но он как угрожал сразу получал то есть он понимал что лучше не стоит то есть ты его и да да я два раза его била на данный момент если ну вот да если сейчас он не очень даже слова не говорит он прекрасно знает кто я он прекрасно знает как я дерусь мне бабушка пару раз он каких-то телок туда водил я прям этих телок из окна грубо говоря выкидывала мы живем на первом этаже просто прям за шкварник и нахер из квартиры вот но он конечно он очень омерзительный человек очень в шоу показывали как твои отношения с бабушкой что ты приходила на тебя прогоняла на почему не сказал без ты же это да потому что ты не смущаешься это моя квартира это не твоя квартира свои 8 метров у меня две версии бабушка не поняла что это проект пацанки подумала я с первого канала пришла этот какого квартиру отжимать потому что мне еще не выдали это такая версия но на самом деле мне кажется более вероятно это мы разговаривали о маме которая воспитательница и является и она ее очень не любит потому что моя биологическая мама это ее дочь естественно бабушке обидно вот и бабушка не хочет принимать это и когда я пришла и сказала одну типа пусти меня в квартиру она не пустила потому что она боится из-за того что я не получила квартиру что я туда к ней поселюсь она не хочет этого и на самом деле когда были эти съемки все карты просто открылись лицемерие этого человека все карты открылись того что она хоть хочет на самом деле бабушка да да то есть мне я не а что она хочет но типа когда мне исполнялось 18 мы пришли в детский дом вместе с ней и ей задали вопрос на сейчас может типа она поступает без общежития она может остаться детском доме можете ее забрать мы с ней говорили о том что я хочу жить дома и она такая нет пусть остается тут окей хорошо я осталась потом я получаю квартиру и бабушка мне говорит давай ты говорит в нашу трешку переедешь а там ремонта ноль ну то есть овощи это просто свинарник света нет ничего ты в нашу переедешь а я в твою перееду типа и взять и будем жить в однокомнате в трешке и манипулирую типа мол большой квартире жить хорошо бабушка смотрела шоу мне кажется нет потому что мне недавно звонила мне письмо какое-то там пришло откуда-то и она мне звонила чтобы сказать тебе письмо пришло за не знаешь что популярный человек да она не знает и если честно не хочу чтобы она знала потому что знаю я знаю что она объявится сразу вот женщина которая воспитывала тебя в детском доме ты говорила что она тебе заменила маму как она тебя воспитывала что она говорила про твою агрессию как-то может быть как складывались вообще уважайте она ничего не говорила про моей агрессию она просто была рядом у меня было огромное желание чтобы меня этот человек любил чтобы он когда я говорила мама чтобы это было как-то по родному и на самом деле там не было какой-то схемы типа так юбку купить и так более девочка стала запретить ей пить ну то есть не было какой-то схемы мне хотелось меняться для того чтобы не потерять вот это вот так вот работала и вот как раз любовь о чем я и говорила что все вот начало зарождаться моя другая жизнь благодаря любви к этому человеку ты называешь мамы да она приезжала на проект сейчас к сейчас когда она уже узнала что победила изменились как-то ваши отношения может она как-то хочет официально тебя удочерить а меня уже 20 лет когда меня больше свободного времени у мамы будет из-за того что не надо будет заполнять документы на удочерение в какой момент ты решила заниматься серьезно боями ммк когда мне стало мало спорта когда я поняла что я выигрываю когда ощутила свое превосходство в ринге ями я меняюсь там я всегда там становилась ну другой у меня будто знаете все силы из из всех людей приносились ко мне и съедала глазами я уничтожала просто но при этом я получала мне так было все равно я вот мед там например у меня сустав вылетит локтевой мне вот это два раза просто вылетал я стою у меня рука вот так болтается я жду пока победу другому отдадут мне и вставят на место я на следующее соревнование в следующую весовую категорию пойду вот то есть мне просто это нравилось мне нравился вкус крови мне нравилось да да ну ты ж когда бьешь она же все равно все тебе если ты ну течку делаешь все рожься льется но сейчас нет я знаете за собой замечаю что говорю я все равно об этом с удовольствием то есть мне приятно это вспоминать то что у меня нету к этому отвращение что я такая была то есть я не ненавижу себя а почему ты решила отказаться от этого от этих боев ведь ты в принципе то могла бы сделать крутую карьеру могла бы почему отказалась потому что во первых у меня реально не все уже хорошо здоровьем из-за всего этого меня двойное смещение позвонков у меня очень часто болит спина у меня по несколько раз вылетали суставы у меня сломано голеностоп на болевом у меня 8 сотрясений головного мозга и 1 с травматическим отитом и коротковременной потери памяти то есть но у меня уже все очень серьезно и плюс я поняла что кроме тюрьмы мне ничего не светит и меня очень сильно плюс тормозил детский дом в развитии я начала уже сомневаться что типа я такое превосходство я типа этот первые места за первыми местами но мне никто не давал возможностей то есть для того чтобы выступить на соревнованиях я мыла машины потому что в детском доме мне деньги не давали мне экипировку не покупали если бы я делала сама я сама хожу на тренировки я все делаю сама но при этом ты приходишь в зал а тебе говорят ты дедомовская ну типа там детский дом договориться за бесплатно я тебя тренирую бесплатно какой рост какой какая карьера ну а мне а мне там уже лет 16 17 мне уже хочется ну там я не знаю на россии хотя бы выступить хотя бы кандидата мастера спорта получить ты жалеешь сейчас что тебе пришлось оставить это нет вообще не жалею я очень рада что меня и не тянет туда вернуться я до сих пор себе знаете билет не купила так скажем не билета карточку проходную чтобы на тренировке ходить я даже тренеру не посмотрите там выливала агрессию ну на ринге она как бы тратила сейчас ведь это агрессия никуда не не пропадает и держишь ее внутри ты не боишься этих срывов футбол хочу я еще футбол играла я решила что я оставлю только футбол как ты думаешь больше ты не поднимешь руку на человека но я не хочу врать здесь смотря какая ситуация на женщину точно нет вот так вот чтобы меня вывести и сказать да пошла ты я не подойду тебя не ударю я скажу хорошо вернусь с магнитиками но типа тебе не хотелось дать в репу инстасамки которые нет я еще знаете что сказать это час корабля да я сказала спасибо за уделенное внимание целых три сторис она мне подарила это как а если не встретишь не нет но я считаю что я немножко выше нее по статусу не по статусу а по вас пит воспитанию как минимум поэтому нет мне она не нравится мне нравится это очень можешь ей ответить в этом шоу что она она тебя назвала не человеком зверем что ты можешь ей на это сказать ну я хотя бы воспитанная я воспитанная и я не гонюсь за лайками там и так далее я живу свою жизнь она живет какую-то жизнь шизофреника либо это из-за наркотиков шестой сезон лучше не иди тебя там убьют насть из проекта уже вышла сейчас супер популярной девчонкой у вас там одна армия фанатов и каждую неделю выводит выпуск в тренды ютуба на первом месте вы тебя узнают все наверняка на улицах там как это проявляется расскажешь за тобой бегут толпы как за тик токерами ну я бы не за мной не бегут толпы потому что я не говорю я отправляюсь туда-то в магазин за покупкой картошки нет и меня не ждут вот рядом с этой картошкой но когда я иду там допустим торговый центр есть моменты когда кричат с эскалаторами даже становится неловко петруха лучше я чего вообще происходит непривычно непривычно и даже начинает какой в какой-то момент начинает напрягать когда ты долго и так ненавижу магазина и вот пойду в торговый центр ко мне раз подходит 2 подход 3 этому же целую очередь устраиваться и ты такой типа все я не хочу ничего это просто берешь и уходишь с этого магазина вот тебя парит эта популярность вообще или тебе больше нравится все-таки честно я пока я пока не понимаю потому что мне очень приятно то что мне пишут я всегда читаю директ я всегда смотрю отмечены но я не понимаю что мне с этим делать я не понимаю то есть типа я просто живу дальше я просто живу дальше но теперь я живу слишком открыто насколько я понимаю и типа не все моменты я могу закрыть но сейчас интересная как раз тема смотри ты заканчиваешь проект ведь победительницы прошлых проектов они не все далеко на слуху вот если вспомнить там пожалуй ксения милос и стала ведущей ревизора ты себя кем видишь дальше ты вот и гриш у меня сейчас началась обычная жизнь а что дальше на стиле как карьер я сейчас развиваю естественно тик ток потому что у нас есть хаос пацанок мы планируем это в дальнейшем продолжать все и я очень на самом деле рада плюс свой личный аккаунт тик токи тоже развивать и естественно фотография но самое главное я хочу сейчас на самом деле еще успеть учиться потому что вот это вот сейчас все дела вот эти интервью там тик токи не тик токи знакомств не знакомства и я боюсь что они меня переключат вот это с этой рычага и задачи которые поставила себе перед проектом после проекта сразу поступите от учиться потому что я не успела смотри ты желаю в питере в колпино я так понимаю сейчас ты в москве где ты же ты снимаешь или как у тебя после проекта? Ну, пока что я, на самом деле, сейчас делаю ремонт в своей квартире в новой, потому что я получила... В Питере? Да, я получила ее перед проектом, и на данный момент у меня там пока только одинокий матрас лежит. Ага. Ты собираешься жить в Питере дальше? Пока не знаю. Пока не знаю. Правда. Но я в целом еще и до проекта, то тут, то там была достаточно часто, просто я сюда могла приехать одним днем, теперь я приезжаю сюда на дней 10, вот так вот, может, даже перееду. Но я люблю глазами свой город. То есть я визуал, и мне очень нравится Питер именно вот местами. Чем Питер отличается от Москвы для тебя? Спокойнее. Намного спокойнее вот как-то. И родное все. Хотя, знаете, Москва тоже, я даже в метро уже разбираюсь вообще без карты, без этого телефона. Окей, гугл. Типа. Я уже не тычусь, я прям посмотрела, хоп, пошла. Ты сказала, что ты хочешь учиться. На кого? На фотографа. На фотографа или видеографа. Ну, это достаточно курса пройти. Я говорю про высшее образование. А, про высшее образование. Может, в кино и телевидение хочу. Не знаю, я хочу с камерой свое будущее связать. То есть ты видишь себя... Ну, не на поварашка, кондитера мне идти, как мне в детском доме сказали. Ты видишь себя в шоу-бизнесе? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Наверное, нет. Ты не стремишься туда? А? Не стремишься в шоу-бизнес? Я не знаю, что это такое. Как не знаешь, если тебя через каждую историю ты с Димой Биланом бегаешь по Москве. То в ресторане сидишь, то вы с ним по магазинам ходите. Ну, ладно, потяло на полу в ванной. Ты так хотела быть странной. Таки меня пугают. Тобой просто весь его инстаграм уже усеян. Ну, это ж певец, а я-то... Я же вообще ни разу не певец. Не певец. Нет, давай тогда про Билана так. Как он появился вообще? Он пришел на проект к вам как гость. Когда я в Венстане материться, а? Ну, приветики! Как у вас завязалось знакомство? Ну, вообще, то есть на проекте у него никакого общения у нас не было. То есть не было такого, что я такая Дим, привет! Я Настя. Вот, он такой, я Дим. Мы начали общаться после проекта с ним. То есть, ну, вот, общаться, да. Ну, а как общаться? Он тебе написал куда-то, там, в директы, не знаю, или... Он мне написал, чтобы отправить мне фотки, когда нам же нельзя телефоны. И я попросила его меня сфотографировать с дубинкой, когда нам тикток снимали. И попросила его потом мне отправить. Вот. И он отправил мне фотку. А как дальше завязалось ваше общение? Ну, потом я попросила... Я ему предложила немножко поснимать тикток. Ага. Он согласился. И насколько я поняла, что и он сам был не против, потому что он так ярко на это отреагировал, что типа, да-да-давай, конечно, это был очень эмоциональный, так скажем, ответ. Не важно, что он письменный. Я увидела там эмоции. Вот. И потом я поехала к нему снимать тикток. Как ты его настолько обояла и очаровала, что в твоих фотографиях и видео весь его инстаграм и все обсуждают ваш роман? Ну, я настоящая, такая, какая я есть. Счастью любит тишину. Это он тебе говорит, что ты настоящая? Да. Ну, расскажи об общении с Димой. А что вы обсуждаете? Казалось бы, люди совершенно с разных полюсов. Ничего. Ну, есть всякие разные знакомства. То есть, типа, казалось бы, да, Дима там с Клавой Кокой должен общаться, Дима там с певцами только, да, так скажем. Почему бы и нет? Ты была у него в загородном доме? Да. Часто там бываешь? Да. Что вы там делаете? Ну, мы снимаем тиктоки. Ну, все, я не готова бы это обсуждать. Почему? А? Послушай, Дима, Билан популярный певец. Он сам прекрасно знает, что личная жизнь звезд всегда на виду, на слуху, всегда расспрашивают. Ну, он абсолютно нормально отнесется к твоим словам, если ты захочешь что-то рассказать. Какого рода ваши отношения? Все хотят это знать. Вы сказали, если захочешь рассказать. Я не хочу. Почему? Ну, пусть пока у нас нет каких-то, типа, знаете, точных отношений, ну, отношений между нами, да, там, дружески, недружески, непонятно. То есть мы просто общаемся, можно так сказать. Ну, ты можешь сказать, что он за тобой ухаживает, например? Как девушка, ты это чувствуешь, ухаживает за тобой мальчик или нет? Ну, вообще, любой мужчина должен быть джентльменом, в первую очередь. Ну, слушай, можно быть джентльменом, открывать двери, там, не знаю, цветы подала, а другое дело, там. Ну, цветами меня не встречают, двери открывают. А подарки он тебе не дарил? Нет. Я не люблю подарки. У Димы план свой насчет тебя. А? У Димы свой план насчет тебя, по-моему. Ну, это вам стоит тогда с Димой поговорить. Я, конечно, не обязательно спрашиваю. Знаете, мне просто все пишут, типа, что у вас Дима, что у вас Дима? Спросите у Димы, пожалуйста. Так я спрошу. Вот, отлично. Я хотела тебя сначала услышать. Почему про подарки ты так как-то вскользь упоминал? Ты не любишь подарки? Я не люблю подарки. Почему? Не знаю, типа, ну, наверное, в силу своей жизни, которая у меня была. Мне никогда не дарили каких-то, там, крутых подарков, и я... Ну, я даже не знаю, что со мной случится, если мне кто-то подарок подарит. Мне кажется, я очень растаю. Но я сразу смущаюсь, такая начинаю краснеть туда-сюда. Не знаю. Чем тебе... Когда мы с тобой говорили сейчас про шоу-бизнес, ты сказала, что, типа, где я? Где шоу-бизнес? Что тебе не нравится в шоу-бизнесе? Не, дело не в том, что не нравится. Просто мне кажется, что я не такого уровня, наверное. А по какому уровню нужно быть? Не знаю. Ну, знаете, мне кажется, такое слово шоу-бизнес, вот прям с большим буквами мне вот-то прям произносится где-то в голове. Прям такой вот, там, не знаю. Ну, я не знаю. Для меня это как-то... Послушай, ты пришла ко мне на шоу. Смотри, у тебя новое имиджи, у тебя волосы накрашены. Ты накрашена сама, ты выглядишь хорошо. И ты вполне можешь стать частью этого. Ну, если я стану, я... Если у меня появится шанс стать, да, попасть в шоу-бизнес и так далее, естественно, я за него захвачусь и делаю все возможное. Так вот у тебя шанс стать Димой Билан, посмотри. Ну, нет, так нет. Это даже смотреть странно будет. Не знаю, нет. Вот если представить... Типа через кого-то, нет. Если мне дадут, чтобы я что-то сделала для того, чтобы туда попасть, я сделаю. Если представить чисто теоретически, ты видела бы такого человека, как Дима Билан, своим мужем, своим партнером Бойфронтом? Мы как-то слишком близко его обсуждаем, мне кажется, нет? Ну, нет, нет. Мне не интересен этот диалог пока. Ну, правда. То есть ты пока не думаешь вообще в этом аспекте о своей личной жизни? Я пока не думаю. Конечно, я не думаю об этом пока. Нет. Это загадка, покрытая мраком. Я видела твой один прямой эфир, где ты говоришь, что я вообще... Что моя личная жизнь никогда не будет. Где-то там за... Что все это остается за камерой. Почему? Потому что я сладко, да? Вот это все говорят. Счастье любит тишину. На самом деле я этого придерживаюсь. Я никогда не покажу своих отношений на камеру. Тогда ты не должна удивляться, когда тебе будут ходить разные слухи. Ну... Последний слух, который я посмотрела, когда готовилась к интервью, о том, что у тебя роман с участницей шоу «Пацанки» с Костей. О, Господи. Это неправда? Нет, нет. Я очень Костю люблю как человека. Это прям друг-друг. Но нет, за никакие отношения туда не заходят. А вообще на проекте были между участницами какие-то близкие отношения в вашем сезоне? Ну, вроде бы как были, но я не лезу в личную жизнь других. И как-то, типа, я не интересовалась, у кого какие есть отношения, у кого каких нет. Вот. Как ты относишься к ЛГБТ-парам на проекте и в общем? Вообще к ЛГБТ я отношусь неплохо в том плане, что я никогда, если там увижу, да, я не буду за это как-то говорить, о, боже, господи, ты, боже мой, ты что такое? Нет. Я отношусь достаточно лояльно. Правильно я сказала? Слово умное просто. Молодец. Мама оценит. Вот. Ну, есть и есть. Есть и есть. Ты можешь рассказать о своей первой любви, Настя? О своей первой любви? Ну, мне было лет 14, наверное. Кто это был? Мальчик. Его звали Андрей, по-моему. Да, Андрей. Это было в детдоме? Ну, да, я была тогда в детдоме, но это был не детдомовский мальчик. Как развивались ваши отношения? Ну, я не целовалась с ним, он со мной и хотел расстаться. Не целовалась? Да, я 6 месяцев с ним не целовалась. А если он тебе нравился, почему? Он нравился, так я, я, не, там, 14 лет, вы что, как его целоваться? Нет, нет, нет. И в итоге через 6 месяцев мы все-таки поцеловались, и он почему-то подумал, что я ему сразу дать должна, ну, типа, раз я поцеловалась. В итоге потом прошло еще 3 месяца, мы с ним расстались. Но на самом деле, это до сих пор помню эти отношения, меня так обидело тогда. Типа, он со мной расстался из-за того, что я ему просто не дала. А впоследствии у тебя много было отношений с мальчиками? Да, да. Таких, чтобы все было взаимно? Да. А с девушками? Ну, раз ты лояльный человек, то я и спросила, может быть, ты нормально к этому относишься? Я нормально к этому отношусь. Но в твоей жизни это было? Практиковалось. Практиковалось. Да. Это были счастливые отношения? Я не хочу на это отвечать. Это твоя позиция? Да, во-первых, это моя позиция, и мне тяжело обсуждать отношения. Ты активно сейчас развиваешь свои соцсети. Я вижу твой Инстаграм, ТикТок, Телеграм. У тебя, я-то смотрю, круто получается. Сколько подписчиков ты нарастила за время участия в проекте? Да они как-то сами пришли. На данный момент у меня вроде 500 с чем-то, 530 с чем-то. Где-то так. Почему у тебя так мало контента в Инстаграме? Я смотрю, там всего лишь несколько черно-белых фотографий. Потому что на данный момент я выставляю фотографии, пишу посты своих мнений по поводу серий. И очень мало выхожу из-за того, что, опять же, контракт нельзя разглашать, а я уже стриженная. И так в сторис я свечусь. Но решила, что надо быть аккуратнее, поэтому фотки не выставляю. Какая твоя цель? Вот количество подписчиков. У меня как-то нет цели. Но мне нравится. Я скажу правду. Мне нравится, что она растет, что это люди, которым интересна моя жизнь, мое развитие и так далее. Но какой-то определенно добиться миллиардов, миллионов у меня нет. Но ты собираешься зарабатывать с помощью соцсетей Инстаграма, ТикТока? Каким образом? Какие, например, цены ты установила бы сейчас для своей рекламы? Уже тебе можно продавать? Ну, учитывая, что у нас большие охваты. Ну, я не знаю, мне стремно сказать. Может, там, типа, кто-то 10 тысяч берет, я такая сейчас 20 скажу, и он такой, ах, она этот, как его... А может, кто-то там с моими охватами, допустим, вообще под 70-50 себе ставит, а я такая 20. И они такие, пф, лошара. Ну, ты уже что-то зарабатываешь? Ты уже что-то зарабатываешь в соцсетях? А что это, какая-то у тебя там сфера? Я не знаю, я боюсь ошибаться. Блин, мне как-то сложно ответить на этот вопрос. Наверное... Подожди, вот у тебя есть телеграм-канал, ты его ведешь. Это ты, ты записываешь там постоянно, да? Правильно? И между этими видео я постоянно вижу какие-то странные посты. Ну, там менеджер есть, типа, там человек, который берет проценты, я зарабатываю денег. Ты понимаешь, какого рода эти посты? Что это за вещи? Да. Мне на данный момент просто я еще не обосновалась в плане работы. И мне пока тяжело, мне тяжело искать клиентов. Хотя, казалось бы, у меня есть аудитория, которая просто... Вот ты выложишь пост о том, что ты ищешь фотосессию, но они тебе написывают, 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 а многие написывают. Либо ради того, чтобы ты откликнулась и ответила, и они засоряют твой директ, да? Типа, ты им хоть раз ответь, не ответь. Другие моменты просто, чтобы узнать ценник. Там еще кто-то что-то. И дело не совсем в этом. На данный момент мне очень важно сделать ремонт в квартире, потому что мне в ней жить. И на данный момент я дала себе период времени, на который я хочу зарабатывать хоть как-нибудь. Ну, типа, когда я сделаю устойчивую себе работу, вот прям с фотографией, к чему я уже иду. То есть я устраиваю фотосессию, но это нестабильно. Тогда я вообще, ну, я не собираюсь зарабатывать так, как я на данный момент делаю. Ну, то есть ради ремонта в квартире получается, что можно порекламировать мошенников? Ну, я мошенников не рекламирую. Ты довольна сейчас своим материальным положением? Да. Насколько оно улучшилось после проекта? Ну, у меня не было денег вообще до проекта. У меня даже билет не я себе покупала в Москву для того, чтобы приехать на проект. Потому что у меня, ну, не было денег на то, чтобы приехать в Москву даже. У меня не было денег на то, чтобы есть. У меня не было денег на то, чтобы одеться. На данный момент я могу скинуть маме на то, чтобы она отложила на ремонт, потому что я веду счет. То есть у меня есть деньги, которые отправляются чисто на ремонт. Вот. И деньги, которые я трачу. И я могу себе позволить остаться в гостинице, пока у меня в Москве там дела и так далее. Сколько бы ты хотела зарабатывать месяц? Я не знаю. Мне сложно отвечать на такие вопросы, потому что не так давно у меня не было ничего. И я не понимаю, как это все работает. Я не понимаю. То есть я всему на данный момент учусь этому каждый день. И мне, да, мне стыдно становится, когда меня судят за это, за то, что ты там что-то рекламируешь. Мне неловко говорить о том, сколько бы я хотела зарабатывать. Мне неловко говорить, сколько я зарабатываю. Потому что я не знаю, правильно я делаю или нет. Тебе вроде хочется делать правильно, но ты не знаешь, что это скажет об этом люди, которые знают. Что бы ты сказала девчонкам, которые мечтают очутиться в шоу «Пацанки» и выиграть? Твой личный совет. Самое главное – это быть собой. Быть собой и идти туда целенаправленно. Не похайпиться, не для того, чтобы просто провести, так скажем, каникулы в школе леди, побухать, потусить и познать что-то новое. А вот реально целенаправленно. Потому что там тебе помогут, то есть на тобой работают, но основная работа идет от тебя тоже. Когда ты, во-первых, рефлексируешь, ты как-то делаешь тоже, ты должен им тоже помогать. Тем, кто на тобой работает. Вот тогда это все реально работает, помогает, да. Тебя изменило шоу «Пацанки»? Да. Но эти изменения, они больше внешние или уже и внутренние? Они больше изначально внутренние, нежели чем внешние. Самое главное, что изменилось в тебе? Я стала спокойней. Я больше не суечусь вот так постоянно. У меня стало меньше переживаний, то есть я достаточно была суицидальными мыслями и так далее. Сейчас я чувствую себя счастливой. Самое лучшее, что может быть. Я счастлива. Девушки из неблагополучных семей, которые, как ты, оказались, можно сказать, что на дне жизни. Чтобы изменить себя этим девчонкам, обязательно идти на телешоу? Нет. Не обязательно. На шоу там твою жизнь прокручивают просто быстрее. Просто быстрее все это проходит. И я вот скажу по себе, мне как-то задали как раз на проекте вопрос. А вот если бы ты не пошла бы на проект, ты бы изменилась? Я сказала, я недолго думала, но я тут быстро все продумала. И знаете, что я поняла? Я бы изменилась. Просто на это бы понадобилось еще больше времени. Очень много. То есть вопрос только во времени? Вопрос во времени, да. И в психологах, потому что, ну, если у тебя есть очень много детских травм, то, конечно, тебе там очень сильно помогут. Потому что то, как там работают психологи с твоей головой, это вообще нереально. Ну, то есть я никогда не любила психологов, я их терпеть не могла. Потому что в детский дом я один раз ходила к психологу, а мне психушку увезли. И такое себе было доверие психологам. Но когда ты там открываешься и позволяешь на тобой реально колдовать просто. Вот ты можешь сказать, что ты пошла в это шоу из-за того, что в жизни тебе не смогли бы помочь ни преподаватели, ни учителя, ни кто-то из детдома, ни психологи. Что у тебя не было другого выбора. Или это все-таки твоя тяга к тому, чтобы стать, прославиться. Знаете, вот возьмем, да, мой пример, который мне послужил, Изольда. Изольда, она не звезда. И кто бы знал, если бы там, да, не постарались бы с рекламой, и не были бы такие интересные девчонки, кто бы знал. Может, я бы тоже, да, сейчас сидела там, и типа, я никогда не относилась к шоу как к какой-то пиар какой-то шоу. Никогда такого не было. Потому что у меня были примеры тех девочек, которые у меня же, у которых нет денег, просят 200 рублей на автобус и типа поесть. И это не за Изольду, а за других. Поэтому такой цели у меня не было, потому что был пример. Это не работает реально. Ну, я так думала. Сейчас я в шоке. И мне кажется, и те нам тоже все завидуют в этом плане. Потому что те, кто с прошлых сезонов, кто шел за пиаром, они сейчас вообще, ну, типа, они просто слезы вытирают, мне кажется, глядя на нас. С какой мыслью ты покидала школу леди? Уже на выезде? Уже ты победила, собираешься, уже оттуда уезжаешь. И вот видишь, как от тебя удаляется. Я хотела поспать и сходить в Мак. Я это сделала. Я поела и легла спать. Но мысли, на самом деле, я очень долго не могла думать. Я не могла долго прийти в себя. Я периодически у меня просто проскакивала. Я победила. Прикинь, я победила жестко. Ты победила. То есть у меня вот так вот было все. И это длилось, наверное, может, недели-полторы даже. Я периодически, блин, все кончилось, жесть. Меня накрыло позже. То есть я позже осознала, что это все закончилось, что у тебя жизнь уже вроде как насыщена, но не настолько. Уже эти моменты какие-то другие, ну, блин, это просто... Потом меня накрыло. Потом плакать и скучать начала уже. Но это все было позже. Как ты считаешь, ты стала леди? Если не смотреть на джинсы, на самом деле, многие, да, говорят, леди, типа, платье туда-сюда. Но без платья я считаю, что я стала леди. Сегодня у меня в гостях была победительница проекта телеканала «Пятница» шоу «Пацанки» Настя Петрова. Очень круто, что у нас сегодня эксклюзив, что ты впервые дала интервью именно в моем шоу. Спасибо тебе огромное за твою честность, искренность. И я желаю тебе стать не просто леди, а всех порвать. Спасибо большое. Подписывайтесь на канал «Супер», ставьте лайки и пишите свои комментарии, что вы думаете по нашему интервью, свое мнение. Я обязательно все прочитаю и многих пролайкаю. Очень вас люблю. Я вас лапки, ёпта. Любые слезы твои были водой, ты бы уже напоила ею весь мир. Милая, но в жизни есть не только боль, сможешь засиять еще ярче звезды. Спасибо за салоном. ane. Буду сейчас. Пока. Братья. Субтитры подогнал «Симон»